Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши занятия по книге «Деяний святых апостолов». И сегодня мы будем читать 20-ю главу этой книги. И первая тема. Апостол Павел решает вернуться в Сирию. По прекращению мятежа, то есть в Эфесе, Павел призвал учеников и, дав им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Здесь апостол Павел действует в соответствии с волей Христа, когда Христос говорил «Если в каком городе вас не примут, идите в другой». И тем самым он показывает, что он знает наставление Христа для апостолов. Также мы видим из книги «Деяний», что прежде всего он, начиная проповедь, идет в синагоге, а это тоже соответствует наставлениям Христа, который говорил «Идите на ипачек погибшим отцам дома Израилева». То есть он, хотя и христианин второго поколения, но он действует всегда в соответствии с волей Христа. По прекращению мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильное наставление, пришел в Элладу. Обильное наставление, то есть многими словами убеждал их держаться христианской веры. Там пробыл он три месяца, то есть в Элладе, когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Осии Сосипатр, Пиров, Вериядин, Фессалоникийцев, Аристарх и Секунд, и Гай Дервянин, и Тимофей, и Осийцы, Тихик и Трофим. «Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде, а мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять пробыли, прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней». Здесь совершенно неожиданно, как бы, поистывание переходит на формат от первого лица. То есть, возможно, это как бы здесь уже свидетельство очевидцев дается, точно дается свидетельство очевидцев. Далее рассказывается с седьмого стиха по двенадцатый о нахождении Павла в Траде. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба». Здесь указание на то, что в воскресный день ученики, то есть христиане, отдельно собирались для преломления хлеба. Это указание на то, что суббота немножко отходит в сторону в жизни христиан, а воскресный день, который в иудейской традиции назывался первый день недели, как сказано, воскрес Христос за утро в первый день недели, выходит на передний план. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. То есть этот день был день наставления веры. В горнице, где мы собрались, уже свидетельство очевидца, было довольно светильников. А это о чем? О том, что это уже была такая богослужебная практика. Светильники – это, конечно, прежде всего, минора, семисвечник, который в наше время мы видим за каждым православным престолом. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пожатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Но обычно этот случай утешает всех проповедников, если на их проповеди люди засыпают, что даже на проповеди апостола Павла вот молодой человек уснул. Упал вниз с третьего этажа и поднят мертвым. Вот такая печаль. Павел, сойдя, пал на него, он повторяет действия пророка Ильи, который тоже пал на мертвого отрока, и, обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Но мы уже прочитали, поднят мертвым. То есть происходит чудо воскресения. «Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета». То есть такое всеночное бдение. «И потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились». Ну, юность — это такое время, когда человек действительно впадает в какую-то духовную спячку, и даже такой блистательный проповедник, как апостол Павел, едва ли сможет до таких докричаться. Далее. «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, опять от первого лица, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, набереваясь сам идти пешком. Здесь как первое лицо, второе лицо, так это как бы одно сменяет другое. Когда же он сошелся с нами в Аси, то, взяв его, мы прибыли в Метелину и, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу и пробыли в Таргелии, в следующий день прибыли в Мелит, ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме». Мы видим уже не один раз, что к праздничным дням они все старались собираться в Иерусалиме. И здесь вот далее идет прощальная речь Павла перед эфесскими пресвитерами. Из Мелита же, послав в Эфес, он призвал пресвитера в церкви, то есть старейшин, и когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, что я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая к Господу, со всяким смиреномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Так я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Всенародно – это открыто на улице или в общественных местах, там в синагогах и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению духа иду в Иерусалим на Пятидесятницу, Шевуот, не зная, что там встретится со мною, «только Дух Святой по всем городам», имеется в виду честь христианских пророков, свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. То есть он с радостью готов принять гонения, потому что и Христос к этому призывает, радуйтесь и веселитесь, когда будут гнать вас. «И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы», здесь он проявляет пророческий дух, «между которыми ходил я, проповедует Царствие Божие», то есть он предсказывает, что он уже к ним не вернется, «посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Вот философия Павла, миссионерская логика Павла, он считает, что если бы он не проповедовал бы людям, а они погибли бы, то их кровь как бы лежала на нем. Но так как он не упускал возможность свидетельствовать, то он чист от крови всех тех, которые слышали, видели и сами не приняли. Далее. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас облюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, который приобрел себе кровью своей». Пресвитер – это старейшины в церкви, епископы – это надзиратели, и каждый должен совершать свое служение. «Ибо я знаю», пророчествует опять Павел, «что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада». То есть из вас самих появятся еретики или придут со стороны. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить привратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, пометуя, что я три года, день и ночь, непрестанно со слезами, учил каждого из вас». То есть он говорил так искренне, что слезы текли из его глаз. «И ныне предаю вас, братья, Богу, и слову благодати его», то есть я оставляю вас с Евангелием, «могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». То есть сам евангельский текст будет назидать вас более, чем проповедь самих апостолов. И церковная традиция устанавливает, что когда в церкви мы слышим чтение Евангелия, это как бы сам Христос обращается к нам. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». Здесь он ведет себя, как и, кстати, Моисей и пророк Божий Самуил, которые, оканчивая свою миссию, они как бы становились на суд. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждом моим и нуждом бывших при мне послужили руки Моисеи». Он делал палатки и торговал ими на рынке и тратил эти деньги на себя и на своих сотрудников. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надо бы поддерживать слабых и пометовать слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал блажение давать, нежели принимать». Вот этих слов мы не находим в четырех Евангелиях. Но мы знаем, что не все слова Иисуса, как пишет Иоанн Богослов, были записаны в Евангелии. А вот через предание апостол Павел воспринял это наставление Иисуса Христа. «Надобно поддерживать слабых и пометовать, то есть помнить слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал блажение давать, нежели принимать. Сказав это, он, то есть Павел, преклонил колени свои и со всеми ими помолился, тогда немалый плащ был у всех, и падая на выю Павла, целовали его скорбя, особенно от сказанного им слова, то есть пророческого слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». Вот так оканчивается эта голова. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 21-ю главу книги Деяний святых апостолов. Деяний святых апостолов